Друзья, в Барселоне очень много красивых зданий, и я хочу вам в этом видео их показать. Очень много реставрируемых дома. Любят испанцы всякие лепнины, красоту. И вон туда, видите, какие здания. Я иду к площади Каталуния, ну и вообще к Парк Гуэль. И думаю, почему бы мне по пути не снять просто улицы, дома. Много ставней, очень много. И не нужен кондиционер. А мышцы уже такие, с евро в лобках, ремонтами. У нас ставен нет. Поснимали. У нас евроокна пластиковые и кондеры. И улетают денежки. А здесь не стесняются. Сделали деревянные ставни, вот. Все. Я нахожусь на перекрестке. Эти перекрестки очень часто. Везде светофоры. Сегодня мне так везет, что светофоры, зеленый свет, когда я к ним подхожу. Если вы заметили, дома, которые на углах перекрестка, их углы скошены. И как бы такой фасад получается. Вот. Это на каждом перекрестке. Вот этот дом. Все-все дома так сделаны. И на самом деле это придает красоты самой улице. Вон здание с такими готическими окнами. Посмотрите, какое красивое. А вот это вообще шикарное. Возле каждого здания такого красивого часто можно увидеть такой целый парк. Целый, ну не парк, а садик. Сад. Небольшой сад. Очень красивые архитектуры. Смотрите, какая только что. Это университет какой-то. Обожаю такие здания. Я свернул немножко в проулок. Много вот таких вот. Как-то Италию напоминает или что-то. В Италии я не был. Но мои знакомые говорят, что там не так хорошо реставрированы дома. не в таком хорошем состоянии, как в Испании. Кстати, вы обратите внимание, как удобно размещены переходы. Они размещены дальше от самого перекрестка. Я сейчас вот здесь. К сожалению, мой испанский не позволяет мне сказать, что это. И перевести. Но такое вот чудное здание. Я увидел его сдалека. И я хочу его снять на видео. И вернуться потом на главную дорогу, по которой я шел. Потому что я иду от одной площади. Ой, это, наверное, какая-то церковь. Я иду от одной площади к Испании, к Каталонии. Так называется площадь. Здесь очень много красивых домов. Просторные улицы. Смотрите как. Красивенное здание. И даже кактус на это. Но мне кажется, что это какой-то отель. Типа что-то такого. И вот видите, получается, что каждый перекресток такая как бы маленькая площадь. А наверху, в Бугенвилле, видать, там целый сад. Как бы маленькая площадь, получается, каждый перекресток. Заметьте еще одну особенность. Кондиционеры располагают, если уж очень хочется, на балконе. Но так, чтобы он не был особо заметен за перилами. Это очень важно, потому что совершенно сохраняет вид здания. Красивый, исторический. Даже если это не новое здание. Оно имеет вид такой вот, поддерживающий общий вид города. Поэтому, а здесь очень любят это ходил. Современные красивые транспортные средства и исторические здания. Это, оказывается, красивое здание. Я нашел вперед. Это семинария. Посмотрите, какие. Какая красота и прелесть. Внутрь, я не знаю, можем ли мы зайти или нет. Но мы и это я. Такие красивые колонны. Да, очень-очень красивое здание. В этом видео не будет таких каких-то достопримечательностей. Просто интересное здание. Здесь тротуары выстелены плиткой. А в сувенирных магазинах иногда продают эту плитку фигурную. Как сувениры, каждую по отдельности. Смешно немножко, но факт. Немножко нарушил правила и перешел на другую сторону. Здесь вот так вот между дорогами можно увидеть такие улицы для пешеходов. Еще и для... Есть выделенные линии для велосипедов или моторолеров каких-то. Есть и такие современные здания. А это вот... Ого, потрясающе красиво. Я ради него и перешел. Но, наверное, стоит еще туда было бы перейти. Это какой-то... Типа мюзик-хола. Колизеум. Посмотрите, какие скульптуры. На скульптуры здесь не скупятся. И ербы в спании. Всякие-всякие скульптуры. Приятно, что часто очень здесь можно увидеть фонтаны, клумбы. И фонтаны обязательно со скульптурами, как в данном вот случае. Скульптуры каких-то детей. Бычок. Символ Испании, но не символ Каталунии. Почему? Потому что каталонцы подчеркивают... Они же выступали за запрет кориды. И каталонцы подчеркивают, что они против такого бесчеловечного... Или, как сказать, жестокого обращения с животными. А вот испанцы, южные, северные, они любят кориду. И у них она проходит до сих пор. Посмотрите, какое красивое здание. Сколько тут деталей. И нормально, не рушится, если рушится. И вот, реставрируют. Здесь ходишь, как будто бы все античное. Очень многое из этого построено. Совсем недавно. Но в таком вот стиле. Простенькие цветочки, которые могут сами расти. Красивые памятники. Очень много автобусов с открытой крышей. Киеву тоже не помешали бы на летнее время такие автобусы. А клумбы с простыми растениями смотрятся очень даже симпатично. А не такие вот, как мы очень любим. Знаете, прям с выложенным рисунком. А здесь, как попало, растут. Но, посмотрите, какой красивый. Это можно попить водички. Только не пойму, как. А, нажать надо. И можно напиться себе воды. То есть, ну, если у тебя нет даже денег, ты не умрешь от жажды. В Барселоне. Барселона – это вот вход в метро. Все по максимуму скрыто под землей. И это очень-очень правильно. Барселона – это город с прекрасной, удивительной архитектурой. Красивыми улицами, красивыми людьми. Удобный город, в котором хочется реально жить. Нужно только, ну, знать, за что жить. Какие шикарные, смотрите, стоят светильники. Фактически на втором этаже. Я так понимаю, что это площадь, площадь Каталония. И мне где-то здесь, вау, нужно будет сворачивать. Вот обычное трехэтажное здание. Это театр, я так понимаю. Ну, какой красивый. Шикарные дома. А там вдалеке гора Монсеррат. Сейчас я еще вот то здание сниму, очень шикарное. Посмотрите, как сильно влияние арабской культуры. Очень часто можно увидеть такие вот элементы в зданиях, во всем. Видите, какая прелесть. И все сохранено. Есть и пластиковые окна, и сам декор сохранен. А рядом вот античное, что ж. Я, конечно, не специалист, не буду. Лучше помолчу. Не буду уже описывать. Наверное, стоит приблизить немножечко. Такие арки красивые. И вы посмотрите, нет застекленных балконов, как у нас любят. Застеклить пластиком идешь, как... Не понятно где. Очень я люблю, чтобы такие были первые этажи. Первые этажи абсолютно везде. Вот сколько я прошел улиц. Перекрестков. Первые этажи Zara Home. Ну, конечно, мы зайдем сейчас сюда. Вау. А первые этажи, это все магазинчики. Вот смотрите, может быть... Ну, тут большие магазины. Zara тоже заняла много места. Но обычно, вот смотрите, вот окно Zara, да, одно рядом, уже это будет совсем другой магазин. Они идут как-то вглубь. Вглубь здания. Вот ради этого здания я сюда и пришел. И, наверное, это видео уже будет слишком длинное. Я сниму, может быть, вторую архитектуру. Но это уже будет второе видео. Еще вот это. Везде лепнина, везде какие-то элементы. Первые этажи заняты всем магазинами. И это абсолютно правильно. У них нет практически каких-то ларечков. Это такое вообще единицы какие-то. Совершенно единицы. Но посмотрите на этот шедевр. Это просто шедевр. На этом удивительном здании я и завершаю это видео. Красивое.